В нашу редакцию обратились жители деревень Вешки, Ховрина, Бородино и нескольких близлежащих СНТ. По их словам, части улицы Центральной планируют сделать односторонней. Это закроет выезд на Алтуфьевское шоссе, которым пользуется большинство граждан, чтобы добраться на работу или отвезти детей в школу. Также теперь будет перекрыт путь в ближайшую аптеку и фельдшерско-акушерский пункт. Наша съемочная группа встретилась с инициативными жителями. Я считаю, что власть, первое, должна оставить нас в покое и не трогать эту дорогу вообще. Второе, власть должна подумать о развязке на Осташковском шоссе, как об этом было, по-моему, запланировано еще год-два назад. И власть должна все-таки с головой производить застройку Московской области. Сначала делать развязки и разгружать транспорт, а потом уже застраивать. Жители нескольких матищинских деревень и СНТ объединила общая проблема, хотя и незначительная на первый взгляд. Участок дороги протяженностью около 400 метров планируют сделать односторонним. Движение, по словам жителей, изменят на данном дорожном отрезке. Речь идет об улице Центральной в деревне Вешке. Вот только есть несколько важных моментов. Чтобы попасть в столицу, в школу, кружок или на работу, большинство жителей пользуются именно этим выездом. А еще только по этой дороге можно попасть в ближайшую аптеку, а также в фельдшерско-акушерский пункт. Ближайшая аптека у нас находится в Вешках. Ближайший какой-то спортивный комплекс тоже находится в Вешках. То есть магазин находится в Вешках. С недавних пор нас пытаются лишить и этого доступа к этим благам социальным. У нас на данный момент поселок Вешки, деревня Вешки, Лиховрино полностью отрезана от города Матища. Если знаки поставят, то люди смогут добраться в Вешки, например, только через Московскую кольцевую, то есть через другой федеральный округ, город Москва. У нас семья, в общем-то, у нас двое взрослых и шестеро детей. Ребенок инвалид у нас, да. Дети ходят в садик на Алтуфьевском шоссе, в школу. И наш Саша, ребенок инвалид, он, в общем-то, да, мы его тоже возим в спецшколу. Все через Алтуфьевское шоссе. Понимаете, если здесь будет кирпич, то утром нам придется объезжать все это через Осташковское шоссе. Ну, порядка там 15 километров, наверное, 20. В результате ведения одностороннего движения привычный ритм жизни может измениться почти у двух тысяч человек. Это жители Вешек, Бородино, Ховрино и нескольких СНТ. Дело в том, что это люди официально прописаны, это деревня, а здесь эти дома являются ДНП, некоммерческими партнерствами. У них прописка московская, а мы жители, понимаете, у нас деревни не растут, растут вокруг нас другие объекты, вот эти некоммерческие. Мы каждое утро едем, занимает 20 минут, будем добираться полтора часа через Осташковское шоссе, пожалуйста, вот, все здесь живем, дом, жилой, зарегистрированный, то есть имеем полное право здесь проживать. Я инвалид второй группы, я два раза в неделю, меня возят соседи за хлебом в Вешке, значит, я остаюсь без хлеба, потому что им в Вешке ехать совершенно ни к чему. У меня внуки и дочь живет в опушке СНТ, а я прописан в Вешке-2. Нас полностью рассоединяет, вы представляете, садик находится в Вешках-2, я каждое утро отвожу двух близняшек в этот садик и прикажете, что делать теперь, если нас рассоединят. Конечно, эти места привлекают многих. Сюда переезжают из тесных квартир чаще семьи с детьми. Свою старость здесь проводят пенсионеры. Расположение населенных пунктов позволяет жить в сельской местности, но при этом не быть оторванными от жизни. Работать и учиться в мытищах в Москве. Многие местные уже задумываются о переезде. Мы покупали здесь собственность тогда, когда у нас предполагалась доступность к Алтуфьевскому шоссе, к Алтуфьевскому метро, к моим родителям. И, собственно говоря, хотим, чтобы это так оставалось и продолжалось. Соседи настроены решительно. Отстаивать свои права они будут до конца. Уже составлены обращения в органы власти. При этом жители понимают, дорога загружена и, что важно, готовы обсуждать изменения в движении. Но считают, что их мнение должно обязательно учитываться. Естественно, эта дорога не предназначена для очень большого количества движений. Она, по сути дела, деревенская. И вполне разумное решение, которое предположил председатель опушки Виктор Васильевич, это на съезде со стороны Осташковского шоссе сюда установить знак, запрещающий правый поворот, к примеру, в часы пик с 8 утра до 10 часов. Это решит вопрос большого движения. А во все остальное время эта дорога спокойно справится с тем транспортом, который здесь проходит. За комментариями по сложившейся ситуации мы обратились в администрацию городского округа Мытища. Мы учли все пожелания жителей. По поручению главы городского округа Мытища создали оперативный штаб, который выехал на место и разобрался со сложившейся ситуацией. На данный момент движение на участке Осташковского шоссе будет оставаться двухсторонним. В дальнейшем мы разработаем проект организации движения с учетом всех заинтересованных лиц. И, конечно же, мы открыты к диалогу. Действительно, реакция администрации последовала незамедлительно. Приятно осознавать, что разговоры о чуткой власти – это не просто лозунги, а четкая стратегия. Мы будем продолжать следить за ситуацией. Теперь, думаю, можно быть уверенными в ее успешном разрешении. Ну а жителей благодарим за активную жизненную позицию.